Всем добрый день! Сейчас я собираюсь на собеседование в школу радиоведущих. Посмотрим. Интересно попробовать, интересно развить свою речь. Если я пройду, то моя речь 100% через пару месяцев станет гораздо лучше. Я не знаю, получится ли у меня, и буду ли я работать в этой сфере, но однозначно могу сказать, что моя речь станет гораздо лучше, как минимум для канала. Поэтому с этими мыслями я решила попробовать себя. И сейчас меня пригласили на собеседование для того, чтобы понять, можно меня брать или нет в эту школу. Буду держать вас в курсе, как обстоят дела. Сейчас я нахожусь в парке Шевченко. Тут очень красиво, очень прикольно. Лавочки такие удобные, ложится отдыхать. Сейчас я вам покажу немножко окружающий мир. Вот такой вот здесь парк. Там памятник Шевченко. Много лавочек в тенечке, цветочке. Вот эти лавочки очень прикольные такие. Да, то есть сели друг на друга и расслабились. А вот тут вот лавочка. Сейчас обратила внимание с заповитом. Ну, очень прикольно. Очень интересный парк. И такой он тихий и спокойный. Вот такая вот здесь зона фудкорта. Гляньте, как очень прикольно. Много столиков, лавочек. То есть можешь прийти со своей едой, посидеть, покушать. И достаточно чисто. Я надеюсь, это люди не мусорят здесь, а убирают за собой. А не то, что кто-то убирает. Вот. Вот еще там куча таких лавочек. Но они на солнце не так удобны. Что еще? Там еще рамку проходило. Ну, видите, солнце уже сейчас заливает. Сейчас 11 часов дня. И солнце все заливает весь экран. И вот только в тени можно что-то поснимать. А на солнце вообще ничего невозможно. Поэтому я не стала снимать. Там, может быть, обратно, когда буду идти, может быть, там солнце за тучкой спрячется или еще что-то. И я смогу вам показать. Сейчас могу показать фудкортеру, макаву. И он вдали такой небольшой фонтанчик. Ну, обычный вообще. Ничего не могу сказать. Ну, просто создает уют, шум, воды. Это тоже клево. Вот такая вот тут рамка охлаждающая. Дети бегают. Засвечивает тут. Ну, сниму сколько получится. Клумба очень красивая. Люди фотографируются на фоне университета Шевченко. Да, вот сам Шевченко. У нас что, видно лицо? Не видно? У меня ничего не видно, если честно вам скажу. Такие цветочки красивые. Вот институт Шевченко. Девочка, с которой я договорилась со встречи, опаздывает немножко. То я решила зайти выпить кофе, перекусить. Бар желток проверить, посмотреть. Можно? Решила начать снимать, чтобы быстрее подошли официанты. Сейчас сброшу их, можно ли или нет это делать? Я сделала заказ, мне разрешили поснимать. Хочу рассказать, вот, хотела заказать вот такой вот. Он должен быть очень прикольный завтра. Вообще, ну, я решила, во-первых, авокадо, что не факт, что я съем целое авокадо сразу. Ну, я думаю, я когда-нибудь сюда приду, очень молодная. Может быть, с кем-то, чтобы разделить. Потому что реально это, ну, целое авокадо съесть не готово. Вот. Ну, мне сказали, что оно готовится минут 30. А так как у меня минут 20 в запасе, я зашла выпить кофе, то я решила остановиться на норвежском снегамке. Видите, оно почти похоже. Единственное, тут нет авокадо, вот это вот, да, то есть тут только яйца посушут, вот, а все остальное уже, по сути, уже готово, положил и все готово. Вот. Ну, и лады должны быть сейчас принести. В общем, цены нормальные. Сначала я улыбнулась с того, что я пришла, и мне сразу вот так вот положили. Я первое, что видел, я 400 рублей. Офигеть цены. И потом рассмотрела, что это вино, и что это вообще бутылка виная. И я такое не пью. И думаю, зачем мне, что похоже на алкоголичку, что мы сразу вино положили. Но потом я досмотрела, что тут есть и чаи, и кава. Вот я заказала себе латте, и заказала микрогрин. А вообще, вот смотрите, тут смузи не написано, что состоит. Но вот это ж такое явно будет, ну, это на мой взгляд, шпинат, брукли, вот сутиня, сыр, пармезад, ну вообще, это гастрономическое рогатное. Суп тоже, вот, шикарнейший. Ну, уж, к таким штучкам я реально точно. Вот, вот такое вот меню, будем ждать то, что они принесут. Мне принесли латышечку, такую вот прекрасную, клево выглядит, мне все нравится. Вот такой вот уголочек я себе выбрала, просила. Ну, мне нравится обстановочка. Я жду. И, кстати, несмотря на то, что 11 вечера, половина столов занята. Ой, 11 вечера, 11 часов дня. Половина столов занята. Мне недавно рассказали, что у правильного латте, лата, правильно лата говорит, что у правильного лата сахар не должен падать сквозь пену. Тогда это правильно. Это принесли мне правильный лат. На вкус не знаю, у меня вкус специфический, я люблю слабый кофе. Именно поэтому я люблю латте. Вот, попробуем, расскажу. Мне принесли мой завтрак. Яйца паршотна, салатиками, с семночкой, с горенками, вообще все. И я в восторге. Я такое люблю и дома периодически делаю. Кстати, соус у меня закончился, надо купить. Ну, и семночку, либо чаще. Это такой завтрак, как я любила. Соседи разошлись, снимаем немножко, как тут обстановка. Вот такая вот красота. Я уже немножко попробовала, что я могу сказать. Сыр вот этот. Я посмотрю, что это за сыр, но мне он не понравился. А вот семга понравился. Для меня, какого вкуса семга, это очень-очень важно. То семга мне здесь понравилась, поэтому я рекомендую это заведение. Особенно вот этот вот завтрак. Ну, единственное, сыр не рассчитывается. Я не знаю, какой там должен быть. И не такой, как я люблю, это очень. Кстати, второе яйцо не растеклось. Немножко передержали. Вот так вот. Но все равно, кстати, очень вкусно все. Все, я справилась. Мне уже позвонила девушка, с которой я должна была встречаться, которая позвонила. Она бы все съела. Естественно, новой с собой я не взяла. Я, наверное, вытереть ее полностью, чтобы не позориться. Я уже расплатилась. Все допила. И девушка позвонила. Потом поднимайтесь. Я говорю, давайте. 10 минут. Быстро ела. Ну что, нормально же так. 10 минут я допиваю кофе. Идем. Ну что, я сегодня молодец. Я прошла собеседование. Потом я зачислила, буду учиться на радиоведущих. Очень интересно, что там, как происходит. И интересно поработать с голосами. Вот так же. Что я сегодня сделала? Я сегодня продегустировала, протестировала новое место жильток. Как я говорила, мне понравилось. Очень, очень, очень. Дальше. Что еще? Еще, уже, наверное, можно сказать, моя дочка Настя едет на обучение в Польшу. И сегодня я уже практически завершающий этап по документам подала. Все, уже муж оформил заяву на опекуна нотариальную. Я отдала ее переводить на польский язык. Все, теперь уже все, все, все. Осталось все оплатить за перевод. И за билеты уже. Выкупили билеты, как ехать. И, в общем-то, Дитё поедет. Скоро я подготовлю сеть видео о том, как мы это делали, как мы оформляли и вообще всякие рекомендации тем родителям, чьи дети едут или тем родителям, которые хотят отправить детей на обучение в Польшу. Вот. Вот и все на сегодня. Скоро будет розыгрыш духов. Новый. Тех, которых я привезла из Польши. Одни мне не подошли, это точно. Я только не помню уже, какие сейчас буду снова определять. И поэтому не переключайтесь в канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и скоро будет видео о розыгрыше. Это первое. А второе. Сейчас закончу за видео тем песней. Песней. Песней из шансона. Я не слушаю шансон, скажу честно. Ну, крайне редко. Но у меня знакомые, когда слушают. И сейчас я вам покажу ту кондукторшу, которая ехала со мной в этом троллейбусе. Она раскладывала карты. Ну, и для меня это было так необычно. Я сняла видео, и вот мне захотелось наложить песню шансона сверху вот этого видеоряда. В общем, приятного просмотра и веселья. Все, всем пока-пока. Крапленые карты Рассыпаны ловко Смотрящий банкует И в камере смех Под вечер кайфует Наша тусовка Что после допросов Конечно, не грех В углу малолетки Босяцкого вида Про старую маму Поют вразднобой За дверью охранник Мордастая гнида Ударом ключа Объявляет отбой Я порою за общим За спором Размышляю На нарах о том Отчего я не стал Прокурором Или просто Поганым ментом Я порою за общим За спором Размышляю На нарах о том Отчего я не стал Прокурором Или ментом Или ментом За властью закона Следил бы я зорко На тяжком посту Проявлял Героизм Не ведая сроду Как пахнет Махорка И прочая тюремна Плотной реализм Клистал бы дубиной Народное быдло Бухим за всегда Очищая карман И вместо баланды Я жрал бы повидло Соленое сало И вкусный лагман Я порою за общим За спором Размышляю На нарах о том Отчего я не стал Прокурором Или просто Поганым ментом Я порою за общим За спором Размышляю На нарах о том Отчего я не стал Прокурором Или ментом Или ментом Банкиром и мэру Я был бы дружище Землицу для дома Жерней ухватил Грузил висики На бездомных и нищих И каждый бычурка Мне с рынка платил Глядишь Пригласил бы Пахан губернатор На белые груди Устроил медаль Хотел бы я важно Как сам терминатор А впрочем Едва ли Едва ли Едва ли Едва ли Лучше все За колючим забором Разделить Самокрутку Скинтом Чем служить Городским прокурором Или просто Поганым ментом Лучше все За колючим забором Разделить Самокрутку Скинтом Чем служить Городским прокурором Или ментом На-на-на-на-на-на-на-на-на На-на-на-на-на-на-на-на 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 Лучше все За колючим забором Разделить Самокрутку Скинтом Чем служить Городским прокурором Или ментом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok